сегодня у нас 1 июля 2018 года у нас после утреннего богослужения воскресный день вот подъезжает машина грязный нормально а я переживал за дорогу позавтракать нет большое спасибо давайте к делу потому что сейчас пост идет поэтому если чай есть чайку попить можно да но если работать будет тогда мы не смотрим на это дело мы сейчас работать не будем мы посмотрим объект поехали так лёша покуда выше по нашему проволоку да 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 это покажите прямо по дороге влево она пищит сейчас давай левее здесь мы можем понимать полевой дорожки вот как прямо идет мы там себе левее левее вот так было это мы тут дорожку сделали ну еще навигатор вел нормально и так себе луканта маленько на просто навигатор местами связи нету но я щас ты звонил мне да 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 связи не был там справа два столба колоних повернем прямо его впереди два столба вот здесь вправо дорогам поверну влево отправить Поворачивайте на дорогу Вправо, вот сюда Комар докучает? Конечно, для нас достоприметентно Выкашивать надо? Я у себя кашу и кашу Нет, это по хвосту, да? Сейчас заканчивают, упрыскивают Нет, Алексей, у меня в чем дело У меня база отдыха На берегу озера Дрова по ровку Не страшно Отдыхаешь и живешь Конечно Нельзя Как выехать на дорожку? Краевой экологический центр Мы там выбрали все 120 ребятишек города Сейчас так же по дороге А потом завернем Возле 100 Куда? Лево, налево, налево А то могло здесь проехать Да там что-то ядно свои не очень-то бывает Каждый раз не следить Ну как это? Понятно это ж не газон Покос сейчас вот Сейчас вот видишь дожди тут капают А поворачиваешь здесь? Ага, да Сейчас направо давайте Прямо в траву заезжайте Направо Тут прямая дорога Тут где-то дорога Вот сюда Пойдет Право Еще правее давай Вот так повернуть Все И вон Еще правее 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 Давай Вот она Она заросла дорожка Мимо лагерь Правее правее взять Правее вот так Вот сейчас вот влево поворачивайте Во-во-во Вот впереди башня стоит Около нее поехать Во-во-во Да-да-да Все заросло Нынче трава ужасная Я бы все это выкосил уже Левее берите сейчас Левее Вот так по дорожке как бы Я бы все это выкосил У меня козочки Что за техника? Чем козите? Ну у меня в дорожном знакомый с земляками Он помогает мне Приезжает А так триммеры Леша куда поворачивай? Давайте направо Направо сюда Тоже по дороге Видишь тут сейчас просто корову пасутся И поэтому Да на такой траве тут можно не одну корову Куда? Да вот так Прямо Прямо короче Сейчас влево повернете Вот здесь поворачивай В воде слева? Да Ну давай здесь Вот здесь потихоньку Крепил объект вон туда Вон туда Ага Вот так вот И вот на вон ту На вон ту рощу На вон ту рощу Да-да-да Мы тут пройдем? Ну да потихоньку Сомневаюсь я Так Вот Туда я сейчас Ага Ага Между кустов Ну я тут просто знаю Алексей тут надо еще Понимать чтобы Туда ехать то мы сами дорожку то потеряли Чтобы кран прошел Кран пройдет А что с ним будет? Нет чтобы он не засел А что это? Ну мы его проведем по другой дороге там Так вот правильно Да Вот сейчас левее от крапивы Так и ориентируйтесь Вот она крапива Вот левее Вот так Вот это дамба Ну где ветланды Где деревья растут Все и сейчас А вот посмотрите налево Это вот если качать То вот сюда вот Вот туда туда Сейчас мы пройдем Вот налево тут низинка Тут можно всю грязь собрать Тут сюда тоже Сейчас левее? Нет прямо 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 Это далеко не будем туда подъезжать Вот на бугорок Зайдай и все И стой здесь Все дальше пешком Все В смысле нет Было Травища Тут можно сколько скотины Травища Травища Видишь как будет На что хорошо получилось А нормальная погода в этом году И дожди Так Пойдемте сюда Комары Все Ну все Только немножко Прылью возьмем Чтоб линзи было Слушай чего Качать Вот мы смотрим Здесь низинка хорошая Если качать Вот сюда Вот сюда Качать Здесь мы уже подъедем На тракцию Вот сюда Качать Травщина Сколько? Сколько лет Сколько лет Вот оттуда-то и заехать дело в том что кран встал на воду смотрите вот оттуда заедет вот здесь вот она площадка иначе он спрашивает сколько лет по тому пруду пруду 200 1800 ну вот в этом году 200 лет отпраздновали деревне ну и считаю что первое поселение они конечно же имели а вот это храму на полуостров там второй пруд он где деревья засохли березы потому что поднялась вода нам 2 пруд вы именно проехали которого вы понятны но это то есть на карте это первый пруд которого показываем вообще объем то вы как хотите полностью периметр или какой-то возлеплотинный или как это все или полностью все вот вы говорили сколько за смену у вас выработали 120 кубов я просто к тому что вы это желание то было и тесне не просто там где-то дырочку сделать или вот он насколько это возможно вообще но это возможно в месяц работы у вас весит то есть то есть 20 лет это не час это понятно я понимаю это в час то есть там там очень много да так это не представляет даже чего там сколько это очень много если здесь играть лет сто пятьдесят двести пруду я так предполагаю что здесь порядка двух-трех тысяч кубов по другому остатку будет и вас дает все отчет что это самое лучшее удобрение нет удобрения по за глаза хватает король держит коровы это не удобрение вот это удобрение да 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 это мы знаем он меня на украине знакомый хороший который мне вот рассказывает у нас с куста до 100 клубней картошки собираются одного куста вот удобряют вот этим сапропелликом оптимальный вариант это почва твердо помните нет я не о том а у вас есть погрузчик там там погрузчик есть не когласов у трактор с куном муску намечен вот у нас тут будет мы же будем собирать карты на мыло то есть свое рода отстойник но туда будет скачаться пульпа то есть вода будет сходить назад а вот этот донный осадок будет оставаться либо его потом на тележках по огородам развозить но вот я и говорю что допустим если туда будет вылевать то туда есть подход нет выливать мы будем карты на мыло то есть вы будете ковырять сначала нет мы ковырять ничего не будет я понял ну вот эту карту на мыло эту ямку кто-то и должен сделать или нет или это не ямка это своего рода делается как опалубка отстойник а ну так и скажите что это опалубка делать но это карта на мыло называется вот мы их выставляем здесь допустим на риску вот мы берем измеряем расстояние выставляем карты на мыло ну вот этот снаряд пошел вдоль берега и качает в эту ну в этот отстойник да 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 в этот да он ходит а качает все в одном месте ну все насколько шланга хватает давайте пройдем туда где качать куда посмотрите нет это я уже это это потом это напрямую вот прямо качать это они сделают они сделают опалубку специально делаются когда мыло но мы мы ее на моем у вас это будет все потом вода сбежит сухой остаток астана и он догрузить его нужно либо он но он по идее перед огородом его нужно потом чтобы вылезла с на поле ну то есть а его надо будет обязательно сюда увезти какую-то кучу куда-то или он пусть лежит мы поехали сюда дальше потом уедете мы с ним сами разбираться ли я это буду разбираться это мы это решается по согласованию вам мешать не будет он нам мешать не будет ни в коем случае нельзя так чтобы качать и никакого отношения вы к нему не имеете а вода у нас еще сама нет скот а мы так и будем делать чтобы вода стекала вы потом это все-то нам как-то мы разбираем вот этот сухой остаток донный он остается и вы с ним делаете что хотите вода нужно чтобы стекала куда-то или сюда но если вы допустим будете куда-то туда то вода вот туда уйдет блок и ушла нет ведь это не грязь это не грязь это не грязь это не грязь это вода а мы он всю воду нам выключить мне нужно уклон делать водоем в тот же вода должна вся сюда стекать то есть если грязь вот он опалубку сделать грязь будет сюда нам намываться а вода стекать должна сюда потому что нет я вам говорю что просто выкидывать туда нельзя я помню и выключаем воду и все вот выключить нам зачем нам вообще все по перебрут ну понятно ладно понятно как лучше это сделать но вот так и лучше сделать здесь в принципе это не вопрос здесь все зависит от того что насколько финансовое будет оснащение нормально я вам все вычищу озеро если камыш от убирать это соответственно плюс ручная работа я это могу посмотреть пока вы мне только отбивки дают вот эту сторону все проходить вот эту сторону до какого поста вот до этой будки ну смотрите в это вы говорите что у вас есть стиховод я бы там проплыли бы посмотрели где у нас этот глубина какая бы но что реально я даже не знаю что там за дно нет если мы скажем так тогда будет понятно где мы хотим вымывать алексей да если мы договоримся все с вами соответственно я беру с собой инструменты приезжаю сюда делаю рельеф дна мониторю полностью дно и донные отложения выдали выдаем количество кубов сколько здесь кубов донных отложений допустим будет там 50 тысяч кубометров решили все откачать я все откачиваю это все потому что мониторить но извини это тоже работа очень кропотливая и нудное и нудное для каждые пять метров за мониторе записываешь донный осадок это длинная смысл как не надо а чем будет делать ну что наш обедет грязь идет или нет да не ну как понять вилл я его нам нужно понять что здесь допустим 50 сантиметров а там два метра и зачем он не будет там копать или где-то когда мне допустим нужно там углублять нужно понимать где я буду где углублять нет послушали но углублять но и ил откачивать разные вещи ну я могу углублять это выражаюсь на южном смысле углублять это это два крутят шнека роют это будет катер тоже рыд и откачивается но песок потом либо пляж намывать давай посмотрим виде вот начало лога но лог абсолютно ровно и дно вон он его не видно куда он выходит дальше и поэтому здесь ничего нету она ровного так одинаково везде это лог это не искусственно это естественный лог здесь я посмотрел по карте не будут наверно я посмотрю по карте у него длина 270 метров насколько я помню вот вот вся вот это вот длина ширина максимально 100 110 кажется ли 117 метров у нас записано мы на неделе раньше все обмерили сажение я просто по карте гугли набрал и промеры сделал и вот эту губу я не стал выбрать я думаю да не она не принципиально как у вас цель то вот этого очистки какая цель смысл такой что допустим там глубина там ну два два с половиной метра то есть надо я почему говорю там углубить то есть не просто откачать смысл то чтобы там жила рыба нам нужно глубже вам нужно зимой 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 ну естественно проводить аэрацию зимой чтобы рыба не задохнула да потому что у нас каждый год рыба здесь умирает и там процент очень большой местной карпа получает а осенью там и караси все то есть а представляешь если бы там вот эти все проценты бы оставались живые а то все вот эти мелочь каждую весну мешками умирает то есть она не успевает обновиться а если бы хоть бы раз бы два-три бы выжила уже будут такие согласен да это зимовальные ямы здесь уже другой расклад поэтому даже все зависит от финансирования если есть деньги я вам вычищу накопаю он не берет 44 метра глубину земснаряд я на поверхность воды от зеркала воды так вот теперь получается в это нам нужно его насколько возможно подслить правильно зачем лучше чтобы глубже сделали не сливать его наоборот нельзя нет конечно я же откачаю и старшееся до я достану отсюда ну даже десять тысяч кубометров сапропелля десять тысяч кубов ставь сколько площади для воды будет еще воды еще мало будет но я правил уже он же тоже плотность имеет свою и занимает кто-то пространство под воду если вы убрать уровень воды упадет это понятно я просто подумал что если воды меньше значит вы глубже можете уйти а потом вода наберется у нас допустим не 4 а 5 или 6 метров у меня максимально шнек берет 4 метра это вы 4 взяли вот она опустилась то есть и потом еще набралось но это если она будет держать этот горизонт за счет подземных вот это за счет и за счет талых воду это вообще будет здорово но тут сейчас воды на центре нынче поднялась эта вся вода в прошлом году это с вами и поприцательщика кто приехал в оборот по поводу отстреливающего логово и он не на этом еще не видно чем специально с полома сахаром и варкинг в 8 и 2 и 2 астана любовь на скотт прорубая там не только бабу это мы еще этим открытым а иногда так а также андатор камыш камышовую кочку листу а дерево здесь и вода я примерно вот здесь сейчас два с половиной где-то там по центру. Подняли это. А что тут мониторы? Тут я показал, где вот оно есть. Если два с половиной есть, то там от силы 2,70. Больше нету. Но ямы ВК в каких-то конкретных местах делать или просто как пошел и там в середине? Почему? Мы натягиваем тросу, у нас папильонажный ход. Натягиваем троса и пошли. Мы откачиваем ил. Потом вы говорите, у нас основное зимовье в этой стороне. Мы также либо закольные сваи, либо папильонажем и пошли углублять. Сказали, допустим, 3 метра. Я шнек опустил и пошел шнеком. Качаем, качаем. Надо 4 метра. Я еще опустил и все. Прошли одну полосу, вторую, третью, четвертую. За один проход он берет полтора метра. 10 проходов сделали, 15 метров. Полтора метра в смысле в ширину? Да, да, да. Мы туда обратно сходили, вот 3 метра. Ну и какая зимовальная яма должна быть? Ну, меньше трех метров никто не копает. Ширину. Да. Вот мостовое сейчас они тоже там много-много мелких озер. Они говорят, ну нам хотя бы метр три-три с половиной. Там на маленьких озерах, потому что задыхается сигалет. Так, леша стоять нечего. Выезжаем, чтобы дорога пугала. Я покажу людей, которые у нас пруды. Давайте будем ездить по этому объему с деньгами. Я посчитаю вам смету, если озеро полное, вот этот вот водоем очищать, так на вскидку. Я вам просто говорю, что откачать ил, это будет где-то около миллиона рублей. Все, разговор окончен. Ничего у нас этого нет. Ну, а насчет ямы хотя бы просто, зачем нам все допустим? Ямы копать, ну опять же, по кубам, по кубам у нас выкачивает, я вам сразу скажу, 250 рублей кубометр. Вот. И, скажем так, если здесь 15 метров прокопать, и на полную длину, 100 метровую, и углубиться по береговую лень уже зимовальную, или по центру какую-то мы отбивку делаем, зимовальную яму копать. Возле берега же сразу два метра не надо? Да нет, конечно, надо вот спуститься, чтобы купаться. Конечно, может быть, где-то в середине даже. Вы, так как специалист, вы что скажете? Ну, вообще делают зимовальную яму по центру, в районе, скажем так, оптимального защиты береговой. То есть, где-то в середине, допустим, как у нас на озере. У нас озеро вот в моем месте можно вообще вброд перейти. Она там, глубина у него там идет метра двадцать, метра сорок. А уже к тому берегу, от того берега, где-то с полкилометра, идет зимовальная яма. Она шириной примерно метров тридцать и длиной восемнадцать километров. Ну, ее никто не копал, это природная. Да. Вот такая зимовальная яма. Там глубина три с половиной, до четырех метров есть. Ну, самое главное. Там зимой все рыбаки рыбачат, там окунь водится хороший. Ну, вот в нашей ситуации все-таки, что, допустим, если мы сделаем там, ну, три метра, сколько там зимовальную яму, шириной. Ну, мне нужно просто, Алексей, прикинуть, прикинуть, калькулятор, да, посчитать. По времени сколько это уйдет и по трудозатратам. Ну, это все, амортизация временная. Плюс зарплата. Ну, понятно. Какой-нибудь самый там минимум, не знаю, что тут, тут у нас вроде ничего дополнительного нет. Ну, я просто говорю, я посчитаю. Могу, в принципе, с интернета взять размер, отложить, допустим, ну, грубо, с той стороны мы сделаем. Да что, ну, вот так вот просто на скидку, ну, сколько, ну, 50 метров надо копать. Откуда метров 20, если отступить, и пройти 10 раз шнеком с углублением по центру, по фарватеру сразу. Это что у нас получится? Телефон-то не с тобой? А у вас он работал на горючем? Да. А как снабжать? Это у меня все свое. Что надо, может? Сейчас, сейчас. У вас должны быть предусмотрены скидки пенсионерам, инвалидам. Наверное, ну, это у меня получилось 937 тысяч 500 рублей. 937 тысяч? Я вам прокопаю зимовальную яму шириной 15 метров, глубиной 4 метра и длиной 100 метров. То есть, то, что вы говорили, там, типа смена, там, 20 тысяч, допустим, там. Качать ил без проблем. Я же про это и говорил, ил качать. Песок качать, совсем другая категория. Первый шланг, представьте себе, шланг, метр шланга весит 30 килограмм. Основная его масса лежит на берегу. Шланг это тащить 10 метров. Песка-то здесь нету, если речь про ил. Так, Леша, ничего тут не будет. Надо смотреть на другое. Нет, я понимаю, в любом, с одной я что-то буду брать же, с углинок, либо песок, разницы нет. В зависимости от плотности пульпы, наполненной шлангом, он создается такой вес. В среднем 26-35 килограмм. Какая почва. Вот такой. А ил качать, ради бога, мы спускаем, делаем карты на мыло, спускаем в земснаряд, я вам выкачиваю ил, чтобы вы зашли, у вас было дно чистенькое. Выходите только по земле. Там ни тины нет, ни ила. Это я вам откачаю. А ил там, это уже сопропель вот этого. Смотря сколько его дата будет. Да, а там он чувствуется. Шнек, когда опускаешь, он работает шнек легко, ему свободно работает. И на земле человек смотрит количество пульпы, какая пульпа идет. Он мне балансирует. Шнек ниже опустить. Я его ниже опускаю, пошел, все, грунт. Я пошел и подвигаюсь дальше. Вот в таком варианте. А вот если здесь, допустим, вот до березы, вы очистите, а дальше нет. А глубина, допустим, ила, ну, 80 сантиметров. То через сколько он затянется этим илом? Ну, я не знаю, здесь, в принципе, подаем там маленький. Выше сети это явно ставят, и не наши деньги. Это совершенно. У них ничего нет. Я вам скажу, где-то деревенские, а я приезжаю сюда. Ну, как считается, основатель этого дела. У меня минимальная пенсия. И поэтому я живу насчет того, что люди слышат и подадут. Вот три года нанимаю бульдозер. Ранного работал полтора, полторы тысячи за час. Вот это здесь глину, видать, это вам все. Мы подняли воду здесь. И поэтому, ну, просто надо реально смотреть. У них ничего нет. Они опять здесь, они ни рубля не участвовали. Я тут главный финансистер. И поэтому надо посмотреть, что реально. Реально это, таких денег они не видели, не знают. Ну, я вам реально говорю, что вот этот водоем, вот этот очистить от ила, ну, здесь где-то недели-две не меньше. Полностью выкачать ил. Камышовую зону не трогают. Откачать ил, не углубляя дно, чтобы выходили, скажем так, по дну. Ну, да, вот как сказали, так это. Ну, допустим, вот трава, где начинается камыш, и вот на эту березу вот так взять, дальше его не трогать. Вот это, к примеру, во что обойдется. Ну, вот это, опять же, мне нужно посмотреть по карте объем, размер, промониторить дно. Ну, если 80 сантиметров, вот считайте, это примерно метров 50 будет на 100. Ну, сейчас я вам так скажу на вскидку. А потом этим илым остальным затянется сюда. Да, потом приплывет. Вот отсюда? Да. А это не сразу будет? Далеко, в течение двух-трех лет, может. Будет подтягивать, а там все равно будет, ну, чисто возле плотины. Опять же, все к тому вернется. Ну, все, столетия, два столетия никто не трогал. Что тут? Ну, просто реально смотреть надо. А если вы в каком-то месте углубили, и там пробился источник, то ил, который будет, он может его запечатать сам? Может. Не сразу, конечно. Может запечатать. Мы сколько раз пробивали источник, и все за экскаватором. Я эти годы искал, дорогой. При глубине залегания илевых отложений, 80 сантиметров, 0,8 я бы считал, порядка 4 тысяч кубов будет. В среднем, так? Так. Сейчас, секундочку. Тут уже не надо. Это абсолютно не наши деньги, это нереально, их нет. Тут надо коров, слиней, все, что есть, все продать. И половина даже не будет. Никаких страусов не будет. Может быть, вам сопропиль продать? Я-то думал, все маленько по-другому. А-то надо, брат, других искать. Думаю, качают. Японцев или китайцев. Ну, я думал, что драглайн достану все-таки. Что-то подчеркнул, развернулся, высыпал. Драглайн надо же, что-то нигде найти не можно. Типа такие динозавры вообще нереально. Драглайн вас здесь не выручит. Почему? У драглайна максимальная дальность заброса ковша 14 метров. Во-вторых, вес у него 40 тонн. Мало того, что сюда его не подвезешь. У меня драглайн работал на озере. Я заказывал. У вас драглайн есть? У него заброска 14 метров. Ну, он здесь, он мало того, что сюда его... И, во-первых, тралом нужно везти. Он 40 тонн весит. Он мне, у меня берег, плиты бетонные, там щебенка отсыпана. Он мне раздавил весь берег. И он не смог ничего сделать. Он рядышком ковыряет. Ну, да. Ну, 14 метров, поверь мне. Так, 14 метров от стрелы или как? 14 метров от стрелы, да. Ну, от стрелы. То есть еще, то есть стрела и еще туда. Надо же понимать, что он с берега не подойдет. Он просто провалит. Он станет боком здесь. И будет кидать. Ну, не знаю. Насколько здесь грунт. Да не на сколько он сюда подъедет и утонет. Да, это мою мечту разрушить, а драглайн. Драглайн вы даже не заморачивайтесь. Правда, говорю. Он вам не сменить пойму. Я подумал, что он заходит туда. Деревья мы сразу спиливаем. И он хватает здесь и перебрасывает туда. И вот так вдоль берега пройдет. И у меня таких-то прудов здесь ни один, ни два, а пять. Зем-снаряд. Это самый оптимальный вариант. Реально все. Я признаю, но мы никак не входим в этот. Я принес даже специально показать, как мы рассчитывались. Вам это и не нужно. Но это реально. Вот он сделал сколько там? 120-130 тысяч он работает. Допустим, 10, допустим, вы там что-то сможете сделать. Он работает там где-то 15 дней. А то он работает где-то по 14 часов в день. Ну вот я примерно в среднем, если работать 8 часов в день, чтобы эту территорию откачать, у меня уйдет порядка 14-15 суток. 14-15 суток рабочих дней смены. И можно быстрее это качать. Можно работать по 12 часов в сутки. Но я поверь мне, Алексей, на зем-снаряде, ой, не мед работать. Это адская работа. Очень тяжелая. Мало того, что вибрация жуткая. Это рев еще. Это человек, который вот на берегу с этим шлангом, а он баснословно тяжелый. Хорошего мало. Ну, конечно. Но это еще не все. Вот шланг вот этот, по которому выбрасывается пульпа, он стоит полторы тысячи рублей за один метр. То есть я же должен купить все это делать. Там это... И работа на зем-снаряде, говорит, посадить вот я тебе на два часа. Убежишь отсюда, как от шальной собаки. Это очень тяжелая работа. Поэтому, как бы сказать... Все, Леша настаивает, только этот пруд. Я хочу показать другое. Может быть, там подешевле будет. Охота до родников дойти. Иначе, конечно. Они в пруды, вот этот живой. Тут все время родники бьют. Так это очень хорошо. Вот их нужно очищать. Там он, вон, спуск у нас сделан. И вон, где стоят это, деревянный. И вот там все время пребывает. А тут большой, небольшой пруд. Но настолько он хороший. Там была рыба. 15 литров ведро. Коротиглы. И помещались. Отец рассказывает. А сейчас коров поет, там еще нет. Я подумал. Он заходит на... Вот Дроглайн, опять же. Я вернусь к своей мечте. И он заходит, вы посмотрите. Ну, доехать, прими мы ехали сейчас. Здесь уже все посмотрели. Поехали дальше. А вы по цене-то не спросили, что до березы, если чистить, по цене-то сколько будет? Леша, до березы, если чистить, допустим, если мы здесь что-то надумаем. Во что это обойдется? Самый минимальный хотя бы. Чтобы дойти до твердого. Вот, смотрите. 15 суток. Но я... Как бы сказать? Доставка у меня в любом случае будет. Сколько доставка стоит? Ну, вот сейчас, посмотрите, пойдемте по спидоматру посмотрим. Он берет, кран берет. Видите? Здесь километр. Это не моя цена, у меня кранер. Нет, ну, достаточно, не споря. Ну, так, примерно кранер. Да. Ну, и здесь вот работаем. Ну, сейчас. Сейчас, сейчас, посмотрим километраж. 30 с чем-то километров, вот считайте. Ну, порядка 18-19, может, 13. Ну, это мы договоримся насчет. Это туда-обратно. Да. Ну, это крановой он. Он приезжает ко мне, подъем лук стоит 500 рублей. Он меня загрузил, 500 рублей я ему должен отдать. Приехал сюда, загрузил, я еще километра. Километр посчитали. 30 рублей на граждан. Смена при таком распаде. Я покажу, она это такой же опрос. Ну, давай сейчас посмотрим просто. Ну, я так вот. Субтитры сделал DimaTorzok